Итак, немножко теории. Есть три вида кровотечений. Капиллярное, венозное и артериальное. Артериальное кровотечение является наиболее опасным для жизни человека. Когда мы порезали палец, у нас не сильно выступает кровь, она ярко-красного цвета, довольно светлая. Это порезанные капилляры. Венозное кровотечение, оно более темное и более сильное. Но от артериального отличается тем, что течет ровно, без каких-то импульсов. Артериальное кровотечение, сразу видно, это фонтаны, пульсирующие фонтанчики крови, которые идут под большим напором, и оно очень сильное. Итак, ситуация. Мы подползаем к человеку, зажимаем рану рукой, максимально передавливаем область ранения. После этого забрасываем ногу на плечо. Оптимально будет, если первым туром, то есть оборотом жгута, мы остановим кровотечение. Для этого нам придется отпустить область ранения, то, что мы пережали. Кровь в этот момент хлынет, поэтому максимально быстро нам надо натянуть жгут и сделать первый оборот, желательно с нахлёстом одной части жгута на другую. Когда мы перехлестнули, вот, затянули и перехлестнули жгут один на один, одну часть, которая находится снизу, можно уже отпустить. Сейчас я передавил кровоснабжение ноги, и кровь в нее уже не поступает. Можно спокойно сделать второй, затем третий тур, после чего жгут завязывается на два узла. Здесь нужно учитывать то, что пока мы в зале, жгут находится в сухом состоянии, в реальности он будет весь смочен кровью и станет скользким. Поэтому просто запихнуть его вовнутрь, либо на один узел будет мало, он может развязаться. Необходимо сделать два узла. На крепежи лучше тоже не рассчитывать. Критерием, по которому вы можете определить, правильно ли наложен жгут, является остановка кровоснабжения и, соответственно, кровоснабжение конечности. Поэтому необходимо зафиксировать время, в которое был наложен жгут. Это делается маркером, фломастером, на крайнем случае ручкой. Желательно так, чтобы врач, который будет позже оказывать помощь данному человеку, не искал эту надпись, а сразу ее увидел. Можно написать просто на лбу у человека зафиксированное время. В зимнее время, то есть в холодное время, не более 20 минут рекомендуется держать жгут, дальше начинает отмирать конечности. То есть в теплое время года это время увеличивается до 30-40 минут. Если мы не имеем возможности передать врачам человека быстро, то есть некоторые моменты, которые способны помочь сохранить конечность, чтобы она впоследствии не была ампутирована. Итак, представим ситуацию. Прошло критическое время, оказать более квалифицированную помощь человеку мы не можем. Что мы делаем в этой ситуации? Первое. Зажимаем выше ранения, область, где находится артерия, рукой. Пережимаем очень сильно. После этого снимаем медленно, не спеша, чтобы не было гидроудара внутреннего и не были повреждены артерии, вены и капилляры. Медленно, давая постепенно увеличению тока крови, снимаем жгут. И, держа над областью ранения артерию, даем капиллярам и сосудам восстановить ток крови в ноге. Когда мы видим, что нога поменяла цвет, приобрела более естественный цвет, мы повторно накладываем жгут. Таким образом фиксируем повторное время и смещаем критическое время наложения жгута дальше. Сейчас пару вариантов оказания самопомощи, когда человек в такой экстремальной ситуации оказывает себе самостоятельную медицинскую помощь по наложению жгута на одну из конечностей. В суматохе экстремальной ситуации довольно сложно сориентироваться, вспомнить про верхнюю, нижнюю треть мышц, про то, что выше ранения и так далее. Поэтому в экстремальной ситуации проще ориентироваться на самые доступные и простые понятия. Например, если мы накладываем жгут себе или кому-то на конечности, то на ногах мы должны поднимать его максимально высоко к паховой области и пережимать именно здесь. И если мы накладываем жгут на руки, то соответственно то же самое мы делаем в области подмышки. Таким образом никогда не ошибешься и перекроешь доступ к кровоснабжению конечностей. При наложении самому себе жгута на руку стоя, необходимо подсесть и развернуть корпус тела, подавая раненую руку вперед. Это надо для того, чтобы если вы будете терять равновесие, у вас может быть помутнение рассудка в этот момент от потери крови, чтобы вы не упали на спину, а заваривались вперед и могли до конца оказать себе доврачебную помощь. Из нюансов, если нам необходимо зажимать жгут зубами, как при наложении себе жгута на руку, то лучше это делать не передними зубами, а боковыми. Потому что на адреналине натяжение может быть очень сильным, и мы рискуем просто потерять передние зубы. Для того, чтобы научиться самостоятельно накладывать жгут себе и кому-то, необходимо тренировка. Просто посмотрев видео, вы не сможете сразу нормально наложить жгут. Поэтому мой совет – это идти в аптеку, купить жгут и начать заниматься. Подписывайтесь на наш канал, и, конечно, ждем критиков, хейтеров. Именно они продвигают нас в интернете. Большое спасибо. До свидания.